добрый день дорогие друзья сегодня отвечаю на ваши вопросы вопросы в основном по окучиванию клематисов на зиму это касается южных регионов северные регионы клематисы уже укрыли на зиму и забыли о них у нас же в южном регионе краснодарском крае еще зимы не было были несколько ночей 2-3 ночи буквально температура опускалась до минус 2 минус 3 градусов это было примерно неделю назад и вот сегодня 25 ноября ночью была температура минус 2 градуса на экране вы видите утренние зарисовки сада на фоне этой красоты буду рассказывать вам об окучивании поступает вопросы пора ли окучивать клематисы напомню что в теплом климате в неукрывной зоне клематисы как и розы на зиму не укрываем только окучиваем когда же проводить это мероприятие но конечно же все зависит от погодных условий необходимо следить за метеосводками каждый год это может быть по-разному в один год в середине октября начинаем окучивать в другой год в середине декабря в зависимости от того когда наступают похолодания что касается этого года то пока окучивать еще рано еще обещают у нас днем плюс 17 градусов затем на несколько дней дожди температуры дневные и ночные в следующие 10 дней плюсовые поэтому окучивать рано еще что же тогда можно сделать ну во первых проверить основание кустов клематисов если обнаружите оголенные корни которые выросли на уровне землей обязательно их присыпьте питательным грунтом слой сделайте примерно два сантиметра я об этом уже напоминала в осенних видео напоминаю снова вдруг кто-то пропустил второе после предстоящих дождей можно пройти и опудрить основание залой даже если вы это делали уже в конце октября или в начале ноября можно снова сейчас это повторить если есть мульча у основания надо ее аккуратненько убрать опудрить залой и снова замульчировать но если вы не хотите если у вас нет желания убирать мульчу тогда опудривайте поверх мульчи ну и следующее если вы проводите обрезку осенью то смело можете это делать напомню что клематисы первой группы не обрезаются это княжики клематисы второй группы обрезаются на высоту 80 100 сантиметров от уровня земли а клематисы 3 группы обрезки обрезаем на уровне от земли две-три пары почек на тонких побегах если вдруг вы решили их оставить оставляем также по две-три пары почек на случай подмерзания а уже весной обязательно обрезаем их и оставляем на тонком побеге только одну пару почек после такой обрезки тонкий побег набирает силу проснувшиеся почки дают новые побеги они выравниваются развиваются достаточно хорошо превращается в сильный здоровый побег если оставите две-три пары почек на тонком побеге то разовьются из проснувшихся почек слабые побеги кто обрезку как и я проводят весной февральские окна тогда следите за весенними роликами и будем вместе проводить эту весеннюю обрезку если у вас есть клематисы посадки этого года сильная осенняя обрезка проводится обязательно для любой группы обрезаем побеги оставляем две-три пары почек от земли это стимулирует пробуждение весной новых почек на корневой шейке и соответственно идет формирование пышного кустика то есть такой короткой обрезкой мы сразу начинаем формировать уже хороший пышный кустик также эти кустики опудриваем в сухую погоду мульчируем слоем травы или компоста а с наступлением холодов и минусовых температур делаем сухое укрытие для маленьких кустиков это сделать совершенно несложно засыпаем сухой листвой накрываем большим пластиком ведром или ящиком но ящик дополнительно нужно будет укрыть сверху еще чем-то непромокаемым то есть укрытие должно быть сухим взрослые кусты с наступлением мороза в минус 5 градусов и ниже начинаем окучивать окучивать можно торфом компостом перегноем или если нет ничего из вышеперечисленного тогда берем просто садовую землю на взрослый куст достаточно будет 8 10 литров то есть примерно ведро если вашем саду растут капризные сорта клематисов теплолюбивые это в основном сорта группы флорида или некоторые сорта группы паттенс то перед предстоящими морозами опять же следим предварительно за прогнозом их надо будет обязательно укрыть укрытым материалом у нас краснодарском крае зимы непредсказуемые может быть всю зиму тепло и сыро иногда кратковременные небольшие морозы тогда нет необходимости укрывать эти клематисы но бывают зимы с кратковременными но очень сильными морозами особенно это бывает ближе к весне в конце января в феврале вот тогда перед морозами укрываем своих капризуль чтобы в новом сезоне мы смогли увидеть красивое яркое цветение поэтому следим обязательно за прогнозом хотя бы раз в несколько дней отслеживаем погоду небольшие морозы минус 5 минус 8 градусов для клематисов совершенно не страшны тем более что клематисы замульчированы у нас мульча предохраняет корневую систему от небольших заморозков а вот преждевременное окучивание когда погода теплая а может быть даже сырая дождливая это намного вреднее для клематисов то есть стараемся рано не окучивать представляете основание куста клематиса засыпано сантиметров на 15 мокрой сырой окучкой будь то компост или перегной или садовая земля поэтому с окучкой не торопимся был такой вопрос нужно ли убирать окучку весной как правило для окучивания мы берем торф перегной компост либо садовую землю весь этот материал достаточно плодородный поэтому весной надо только разокучить основание клематиса и разровнять вокруг куста ровным слоем всю эту окучку еще один вопрос вопрос такой если корни нарастают у поверхности присыпаем землей получается холм который с каждым годом будет все больше и больше друзья выбора у нас нет убирать нарастающие близко к поверхности земли корни ну просто неразумно поэтому один выход присыпать их плодородным грунтом слой делаем совсем небольшой полтора-два сантиметра даже если побег будет присыпан землей это не значит что на следующий год в этом слое снова вырастут корни и потом все равно в цветнике мы проводим мульчирование мульча перепревает перерабатывается микроорганизмами слой в цветнике добавляется все получается равномерно никаких критичных холмиков не образуется еще один вопрос можно ли клематисы окучивать сосновыми иголками отвечу можно если это окучивание не постоянная а например разовая но не нашли например в этом сезоне подходящего материала для окучивания компоста или торфа а сосновый опад у вас в большом количестве окучивайте ну а весной конечно убирайте из цветника совсем это окучивание можете его отправить под гортензии под рододендроны под те растения которые предпочитают кислую почву после разокучивания пролейте известковым молочком все кусты клематисов которые вы окучивали сосновым опадом а на сегодня все друзья надеюсь видео вам было полезным не забывайте подписываться нажимать на колокольчик до новых встреч до свидания